К моему величайшему удивлению, события вокруг алкогольного концерна «Башспирт» начали развиваться стремительно. Как сообщает нам издание «Пруф и Ру», в конце минувшей недели в здании «Башспирта» и по месту жительства экс-менеджеров этого концерна проведены были уже не просто выемки документов, а настоящие обыски с понятыми, с масками. Следственные действия производились с такой достаточной жесткостью, ну, как положено, значит, с подозреваемыми. К сожалению, пока неизвестно поименно у кого из бывших топ-менеджеров «Башспирта» проводились следственные действия на дому и в офисах, но известно, что в офисе изымалась техника, смартфоны, телефоны, компьютеры, то есть, ну, все то, что изымается при анализе хозяйственной деятельности. Также неизвестно пока, где находится на данный момент, в какой географической точке, экс-генеральный директор Рауф Нагуманов. И у меня, у многих аналитиков, складывается ощущение, что все-таки именно Рауф Самигулович назначен козлом отпущения, сейчас на него все повесят, все подписи, все решения, и, как бы, тем самым избавят и обезопасят от действий силовиков священных коров, я имею в виду Хабирова и Сидякина, этих нынешних двух столпов общества, потому что один из них, Хабиров, губернатор, который, не жалея живота своего, трудится на то, чтобы спасти режим Владимира Путина и обеспечивать нужды СВО, а Сидякин – это тоже столб партии, это, значит, ум, честь и совесть нашей эпохи, и как же можно председателя федерального исполкома партии «Единая Россия», как говорится, на Цугундер тащить. Да, действительно, СВО спасла этих двух чудо-богатырей от крупных неприятностей, если бы не СВО, то им бы пришлось иметь неприятные разговоры со следователями ФСБ, а, возможно, даже и отправиться в казематы Лубянки. Ну, как говорится, что есть, то есть. В общем, продолжаем наблюдать, что происходит с Башспиртом, продолжаем искать Рауфа Самигуловича Нагуманова, потому что все, как бы, нити сходятся к нему, ну, и любопытствуем, как там поживают Стрижнев, Минибаева, Хазигалеев и прочие-прочие, имеющие непосредственное отношение к концерну Башспирта и его периоду, который теперь расследует ФСБ. В эти трудные времена мы благодарны всем тем, кто помогает нашему каналу, помогает не только ментально, но и материально. Действительно, помощь в 100-200 рублей еженедельно в субботу это сродни покупке еженедельной газеты или журнала, а для нас это действительно ощутимая помощь, и мы существуем именно за счет этой помощи. Отдельное спасибо всем, кто решился нам помогать, тем более, что это не опасно, абсолютно безопасно и очень полезно. Не забываем ставить лайки, не забываем перепощивать у себя на страницах наши видео, тем самым вы помогаете другим увидеть наши видео и сделаете нашу аудиторию еще более обширной. Аппаратные поражения, всевозможные неприятности с крупными федеральными чиновниками и чудовищная некомпетентность подчиненных терзают Хабирова в последнее время безостановочно. То Федеральная антимнопольная служба заподозрит нарушение при закупке услуг по обслуживанию любимого вертолета. То позавчерашний друг, а вчерашний спарринг-партнер по боксерскому поединку в самолете Сидякин объявит ноту недоверия партийной организации Башкирии и пришлет какого-то странного смотрящего из Оренбурга. А то и вовсе какой-нибудь сельский чиновник прямо на видео в Ютьюбе обматерит дорогого Радио Фаритовича за то, что он не укомплектовал подарочные наборы для членов семьи и СВО. В общем, сыпятся эти неприятности буквально горохом на Радио Фаритовича. И ему срочно понадобилось как-то попиариться, немножко реабилитироваться, ну как бы почистить свой облик, очиститься от этих очисток. И в этот раз решили пойти проторенным путем. Решили на выходные заманить в республику какого-нибудь высокого московского чиновника. И выбор пал на вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко. Дмитрий Чернышенко прибыл в Башкирию под конец недели. И ему обеспечили богатейшую и приятнейшую программу времяпровождения. Он посетит УГНТУ, объединенный ВУЗ, осмотрит реконструкцию кампуса, ну там, вот этот IQ-парк и так далее, и так далее. Ну и там, в общем, должен быть очень рад и восхищен. Потом его отвезут наливаться по самые брови кумысом и любоваться, значит, Таратау и пробовать мед Эдельбаева. Жалко, правда, что вице-премьер Чернышенко не заинтересовался другими учебными заведениями, кроме УГНТУ и объединенного ВУЗа. Было бы здорово, если бы он съездил, например, на строительство школы в Старом Сиба или в Новобулгаково, ну вот именно туда, куда на самом деле нужно ехать чиновникам и решать какие-то вопросы. Но, как бы, как говорится, не задалось. А еще Хабиров с этим самым Чернышенко открывают крытую футбольную арену, крытый футбольный манеж. Ну, такое сооружение, которое в прессе называют быстровозводимым на улице Комарова в Уфе. Комизм ситуации заключен в том, что это быстровозводимое здание строили больше, чем два с половиной года. Ну, вот так у нас быстро возводится здание. Как говорится, вы бы знали, сколько мы строим обычное. Ну, совершенно не факт, что вот этот опоенный до обморока кумысом московский чиновник положительно повлияет на имидж и положение и позицию Хабирова в московской иерархии. Но факт, что за все эти увеселения, вот эти тусовки, веселые поездки и мёд Эдельбаева в конечном итоге за все это заплатим мы с вами из бюджета Республики Башкортостан. В прошлом выпуске, в субботнем выпуске, мы упоминали о том, что противостояние жителей улицы Шатар-Уставели и ПСК-6 возобновилось. Это действительно так. К сегодняшнему дню нам удалось узнать кое-какие детали происходящего в этом конфликте. А вообще этот конфликт, конечно, отражает полностью все основные принципы управления Республикой по-хабировски. Это безграмотность чиновников, это дезориентация жителей и желание подзаработать и поживиться на всём, на чём угодно и первых, и вторых. Вот, в принципе, если вкратце описывать ситуацию, но давайте по порядку. На данный момент трое жителей улицы Шатар-Уставели, господин Мазитов, госпожа Латыпова и госпожа Незамундинова, являются истцами в адрес города Уфы, администрации города, с требованием отменить план планировки и межевания, который был выдан ПСК-6, взамен того плана планировки и межевания, который Радифаритович запретил, из-за которой всем грозился повырывать кишки. Теперь жители Шатар-Уставели требуют отменить и этот план, потому что им якобы не хватает некого жизненного пространства. Ну, например, господин Мазитов утверждает, что необходимо построить гаражи, детские площадки, горки и так далее. Есть, правда, один пикантный нюанс. У господина Мазитова нет ни автомобиля, ни малолетних детей. Ну, мало ли, может о других заботиться. В доказательство своих требований эти трое истцов приводят почему-то к заключению некого кадастрового инженера, который в своем заключении ссылается то на несуществующие нормы закона, то на нормы закона, которые не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации. Я почитал это заключение и развожу руками. Помимо этого, в любом случае, даже если суд принят сторону истцов, господину Мазитову и его подругам не светит на самом деле расширение никакого жизненного пространства, дело в том, что земельный участок, на котором планируется строительство, он в частной собственности ПСК-6, и в любом случае ни гаражей, ни детских площадок там не появится. В прошлый раз, три года назад, в далеком 2020 году, вокруг истцов с улицы Шата-Руставелли заботливо порхала Зульфия Гайсина, оказывая им всевозможные услуги. Но теперь ее там нет, и вместо нее появляется не менее интересный персонаж, некая Екатерина Чехова. Ранее, на протяжении пары десятилетий, господа Чехова занималась расселением ветхого жилья, всевозможными сделками с недвижимостью, сотрудничала с господином Бауцким, правда, закончилось это сотрудничество весьма печально. В отношении госпожи Чеховой были возбуждены несколько уголовных дел, и, как нам удалось выяснить, 1 июня 2015 года госпожа Чехова была осуждена Советским районным судом по статье 159 мошенничества, а 14 мая 2021 года еще и по статье 303 части 1 подлог документов в суде. Согласитесь, весьма пикантная рекомендация для юриста, который защищает интересы граждан по городостроительным вопросам. Ну, конечно, стоило бы и Мазитову, и его подружкам задуматься о том, значит, кого они там наняли вместо Гайсиной. И в любом случае госпожа Чехова никогда и ни за что не будет работать бесплатно. Она не социальный юрист. Ну, кто-то же должен ей платить. И вот еще вопрос. А где же вездесущая Алла Яковлева? Она, собственно, сейчас присутствует там рядом, как тень отца Гамлета, но не в числе истцов. Кстати говоря, и в прошлый раз, в 2020 году госпожа Яковлева тоже предпочла не вписывать свою фамилию в число истцов, не отвечать на юридические вопросы и вообще не нести никакой ответственности в случае чего. Видимо, понимая, что вот в этот раз проиграв в суд, если они проиграют в суд, так легко отделаться не получится. В прошлый раз им простили сломанный забор, простой техники и прочие вещи. По СК-6 ну, решил не обострять, там, значит, не спорить, не вызывать там социального негатива. В этот раз, пожалуй, что будет наоборот. Платить Мазитову, Латыповой и Незамудиновой придется, причем в любом случае. Например, за строительную экспертизу, которую сейчас назначила судья Попенова. На данный момент назначена строительная экспертиза, то есть, которая должна определить не вот этот вот кадастровый инженер будет определять, а именно компетентные люди, которые определяют правильность и неправильность формирования вот этого плана планировки межевания. Причем, в этой строительной экспертизе несколько вопросов, каждый из них оплачивается отдельно, и один из вопросов будет оплачен точно вот ИСЦами, потому что так определил судья. А если решение суда будет в пользу ПСК, то вообще ИСЦ оплатит полностью все затраты ПСК на самых дорогих юристов, стоимость экспертизы, все судебные издержки и так далее. Как мне стало известно, стоимость ответа только на один вопрос по градостроительной экспертизе может колебаться от 30 до 150 тысяч рублей. И в целом экспертиза, которая назначена сейчас судом, господину Мазитову, госпожи Латыповой и Незамудиновой может обойтись примерно в миллион рублей. Так что, ну, тут есть чего бояться, и потому Алла Яковлева предусмотрительно стоит в сторонке. Она шептет что-то на ухо Мазитову и Латыповой, но никак, значит, сама там не участвует и не фигурирует. Но кто же финансирует на самом деле все вот это шепито? Ну, точного ответа на этот вопрос пока у меня нет. Но у меня есть предположения вполне себе обоснованные. Начнем с того, что в 2020 году по моему субъективному суждению во всей этой ситуации поучаствовал Ренат Рашидович Баширов, на тот момент первый заместитель главы администрации Хабирова. Ну, как и многие новоиспеченные чиновники Хабировской команды того времени, то есть вот этого 19-го, 20-го годов, когда они были здесь в восторге, на коне, радовались, веселились карикатуром Бузыкаева и бегали покупать Ягуара своим любовницам, как и многие чиновники той поры, Ренат Рашидович очень хотел помогать какому-нибудь крупному предприятию, желательно богатому предприятию, и его выбор пал на ПСК-6. Ну, отчего-то Андрей Носков не принял и отверг настойчивое ухаживание заместителя главы администрации Хабирова, и в этот момент любовь, как известно, перерастает в ненависть. И вот дальше мы помним, да, вот это швея-революционерка, акции стояния на коленях, Зульфия Гайсина вокруг бегающей и хлопающей крыльями, ну, в общем, помним, чем это все закончилось. Апофеозом стало появление Хабирова на площадке, топанье ногой и объявление чемпионата на самые крепкие кишки региона. Что-то мне подсказывает, что если мои предположения верны, то Ради Фаридович наконец-то должен понять, насколько сильно подставили его в тот момент. Его просто, по сути, спровоцировали вот на это скандальное заявление и как юриста в общем-то подставили, потому что на тот момент все документы у ПСК-6 были в порядке. Ну, в общем, такую реальную подставу пропускать нельзя, но решать, конечно, мы только, дорогому Ради Фаридовичу мне только разбираться в этом всем и мы с вами обязательно разберемся, потому что я, например, для себя во всем этом клубке, во всей этой кутерьме до сих пор не понял, кто тут как бы прав, кто в чем виноват и надо вообще во всем этом разбираться. Я хочу в ближайшее время посмотреть еще документы, посмотреть этот план планировки межевания, если его мне позволят посмотреть ПСК-6 и понять, на самом деле, кто тут прав, кто виноват и куда двигаться дальше в этой ситуации. Пошел уже третий месяц снежного коллапса в Уфе. И это при том, что вообще-то в этом году зима малоснежная, статистически малоснежная, все синоптики об этом говорят. Всего 38 сантиметров снега вообще за всю зиму выпало в Уфе, и это действительно немного. И дело вовсе не в том, что Мавлиев плохо убирает снег. Мавлиев и вот эта вот команда плохо убирает снег, как это, например, делал Елалов. Нет, дело в том, что Мавлиев и его команда вообще не убирают снег. И вот в этом его кардинальное отличие от Елаловской мэрии. в итоге такого поведения мэрии действительно по городу не просто стало сложно ездить на автомобилях и перемещаться пешеходам, но даже специальная техника не справляется с задачей просто проехать по улицам. Мы на минувшей неделе видели, как буксовали и вязли автозаки. Мы видели скорые помощи, которые не то, чтобы вовремя не могут приехать своим пациентам, они вообще не могут никуда приехать и тащат друг друга из двора в двор. Есть и жертвы этого снега. На прошлой неделе двое подростков серьезно пострадали на улице Кольцевой. На них упал снег с крыши. Крыши вообще не чистится. У меня в подъезде снесло козырек падающий льдиной буквально у меня на глазах вечером и слава богу никто не проходил. На улице Кольцевой детям повезло меньше. То есть, как говорится, тут кто успел тот и съел или остался в живых. Но и не говоря о том, что сотни жителей республики и Уфы обратились в травмопункты с различными видами травмами, падения на льду в этой снежной каше и так далее. А что же Ратмир Мавлеев? Мавлеев изображает озабоченность. Он бегает по снегу, утаптывает его итальянскими ботиночками и стошно кричит на своих подчиненных на совещаниях, обещая грозно переодеть их всех почему-то в серые солдатские шинели, ну, видимо, намекая на их дальнейшее не верят, вот это видно по их лицам, понимая, что ничего им не будет, ничего он с ними сделать не может, а один из его подчиненных и вовсе пошел дальше, замначальника муниципального бюджетного учреждения службы по благоустройству советского района, попал под суд сейчас за то, что он, по сути, налево, как говорится, пускал денежные средства от очистки снега, вернее, он пускал их не налево, а в собственный карман, очищая от снега территории коммерческих предприятий силами муниципальной техники, этот господин клал оплату за эти услуги прямо себе в карман, но вот если такие люди у Мавлиева там работают, ну, ребят, ну, елки-палки, ну, что тут может быть, конечно, они сидят, ухмыляются, вообще, материальный ущерб от снегопадов и вот этой недеятельности Мавлиева, он колоссальный, я предпринял некий математический расчет, чтобы понять, вот, пошел снег, снег не убирают, машины буксуют, люди опаздывают, транспорт стоит, каким образом это влияет на экономику, так вот, мои расчеты показывают, что один час опоздания половины работающих в городе Уфе это 40 миллионов рублей за один час, то есть, это только исходя из средней зарплаты, это без стоимости топлива, которое было сожжено в пробках, это без учета недополученной прибыли и так далее, то есть, это самый минимальный расчет, 40 миллионов в час, то есть, если мы предполагаем, что за сезон люди опаздывают на работу, кто 5 раз, кто 10, кто 20 раз, а кто и не на час опаздывает и так далее, и вообще люди теряют колоссальное время и ресурсы, так вот, самый скромный подсчет показывает, что это прямой ущерб экономике в 1 миллиард рублей как минимум, так вот, теперь давайте думать, если бы мэрия всерьез обладала какими-нибудь интеллектуальными ресурсами, то им бы пришло в голову, что стоило бы сформировать некий фонд, зимний фонд, который бы, ну ладно, половину они могли бы красть, а на вторую половину они могли бы убирать улицы, и это все равно было бы выгоднее, чем то, как ситуация, как складывается она сейчас, понимаете, то есть мы в любом случае теряем от миллиарда рублей вот в каждый сезон от того, что Мавлиев не убирает снег, ну я понимаю, что ему снег-то пригодится, он по весне его отправит в свой любимый снегоплавильный завод, и мэрия ему заплатит по контрактам, но я говорю все-таки про экономику, жаль, что наши чиновники вообще никак об этом не беспокоятся, ну что есть, то есть. Мы задали вопрос нашим подписчикам в телеграм-канале «Открытая политика», что же нам делать с этим несчастным Мавлиевым, ну что можно было бы или что нужно было бы сделать жителям в связи с этими всеми событиями. Мнения, конечно, разделились, но разделились они вполне себе характерны. 4% жителей, проголосовавших в нашем телеграм-канале, готовы буквально откупиться от Мавлиева, лишь бы он уехал туда, откуда приехал. Ну, надо же, какой интересный, креативный, такой вполне себе русский подход. А давайте мы ему дадим взятку, чтобы он исчез. Ну ладно, бог с ним. 9% согласились понять и простить Мавлиева. Вот это действительно лояльная к нему аудитория, 9% проголосовавших. 17% голосовавших в нашем телеграм-канале иронически готовы наградить чем-нибудь даже Мавлиева, ну, хотя бы потому, что он такой прикольный. Тоже, прямо скажем, отчаянная реакция, потому что, ну, кроме как ржать над этим мужиком на самокате, конечно, он нам ничего не остается. 25% проголосовавших настроены, конечно, более решительно, и они требуют сдать Ратмила Рафиловича, Бастрыкину для опытов, но боюсь, что Бастрыкин его не возьмет. Это что-то в последнее время сдавать стал старина Бастрыкин, больше шумит, грозит, но, собственно, ничего такого не предпринимает. И 45%, почти половина наших опрошенных, считают необходимой скорейшую отставку Мавлиева любым способом. Я, кстати говоря, тоже считаю, что ну, ту подставу, которую в виде Мавлиева соорудил Хабирову Сидякин, нужно срочным образом ликвидировать. Мы знаем, что Мавлиева притащил в кресло мэра именно Сидякин. Зачем теперь это Хабирову, непонятно. Для поддержания имиджа, что, дескать, я тут своих не сдаю, но, ребят, даже Радий Фаридович, дорогой, вот он ежедневно вас дискредитирует и подставляет. Это, как говорится, не такой, не свой. Ну, а уж что там выпишут на дорогу Мавлиеву или орден, или ордер, это, как говорится, история покажет. 50 многоквартирных домов в Уфе остаются без газоснабжения и без горячего водоснабжения, потому что у них там колонки. Ситуация закипает без всякого газа. Уже подключили даже премьер-министра Назарова, но газ так и не подключили. Вот такой вот каламбур. Теперь чиновники уже не требуют по 150 тысяч рублей из квартиры на ремонт дымоходов, но и скорейшего подключения газа они тоже не обещают. Прозвучали на минувшей неделе туманные обещания, что может быть как-нибудь что-то мы сделаем и к середине мая возможно мы подключим газ. Ну, даже если это и так, то тысячи людей без газа и горячей воды проведут почти полгода. кто-то из чиновников городской мэрии комплекса ЖКХ, министерства ЖКХ, управляющих компаний, кто-нибудь ответит за это все? Полгода люди провели или проведут в вот таких вот первобытных условиях. Кроме всего прочего, пока это все только обещание. Источник финансирования так и не определен и за чьи деньги будут чистить дымоходы так и непонятно. В общем, конечно, пока ситуация остается угрожающей. Вообще, молодежь и подростки, будучи предоставлены сами себе, склонны к тому, чтобы собираться в какие-то компании, стаи, организации, сообщества, вот примерно так и зародилась вот эта самая знаменитая ЧВК Рюдан. Ну, собственно, сразу надо оговориться, что никакого отношения вот эта ЧВК Рюдан не имеет к частным военным компаниям. И это сообщество подростков 11-15 лет, которые фанатеют по каким-то японским анимешкам и эмблемка у них 12-лапый паучок с циферкой 4 на тельце. Ну, достаточно все безобидно. Детки одеваются в клетчатые штанишки, собираются на фудкортах торговых центров. Кстати говоря, не потому, что они любят торговые центры, потому, что им реально некуда зимой пойти. Ну, и вот почему-то этих собраний, вот этих сборищ, в которых, конечно, как обычно бывает, у подростков возникают и конфликты, и драки, и всякие такие вещи, так вот, почему-то именно этой сетевой структуры до зеленого поноса испугались власти России и власти Башкирии. В Уфе почти во всех школах прошли собрания для родителей внеочередные, на которых им строго, значит, объясняли, что не должно происходить, как нужно следить за детьми. В некоторых, особенно одаренных школах, в школу запрещено вообще появляться в любой одежде, с любыми предметами, на которых нарисованы пауки. Ну, не знаю, как на латыни это звучит, но вот она вспыхнула в Министерстве Просвещения среди учителей и директоров. Некоторые школы объявили, что вот в эти выходные, 4 и 5 марта, старшеклассники должны сидеть в школе, для них какие-то даже генинизовали занятия, они там должны быть обязательно, потому что в интернете прозвучали призывы где-то там им собраться. Ну, вообще, удивительно само то, насколько сильно испугались власти вот этой мультипликационной организации, как говорится, и с другой стороны удивительно, как тянет этих детей и подростков вот в эти всем мультипликационной организации, видимо, вот нет ничего, всякая вот эта юнармия и прочая извините, ерунда, видимо, не привлекает детишек, им хочется вот что-то такое. Ну, собственно, я констатирую то, что власти и России и Башкирии действительно не понимают молодежи и молодежной психологии, они ее просто боятся и по сути на самом деле сейчас делают все возможное, чтобы дети еще больше заинтересовались вот этими всякими риоданами и прочей ерундой, то есть не будет риодана, будет что-то другое, то есть они не понимают, что это не какие-то там капиталисты, империалисты чего-то там задумали или не дай бог террористы, это действительно какое-то ну, на мой взгляд обычное стихийное явление, мы можем вспомнить и 90-е годы, когда дети и подростки объединялись во всякие сообщества и так далее, повторюсь, это происходит не потому, что какие-то злодеи их к этому подговаривают, это происходит потому, что такова сущность подростков, им нужны сообщества, им нужна общность, им нужно понимать, что не одни они исповедуют какие-то интересы и пристрастия, и вот именно это их толкает на объединение, а уж там будут паучки, бычки, или я не знаю еще что-то, звездочки, крестики или нолики, это уже вопрос символики и вопрос как говорится актуальности сейчас чего-то происходящего, сейчас актуальны вот эти японские мультики, ну значит будут паучки. Завтра, 5 марта 2023 года, в день 70-летия смерти Иосифа Виссарионовича Сталина на канале Открытая Политика пройдет 78-й стрим. В общем, всех я призываю подключаться и пообщаться, можем поговорить, кстати говоря, и о Сталине, если хотите, мы можем поговорить про ЧВК Рюдан и вообще вопросов набежало, один бар спирт чего стоит, так что подключайтесь, те, кто не могут подключиться или хотят задать вопросы заранее, могут задавать эти вопросы в комментариях под сегодняшним видео, вот здесь, вот я их обязательно все прочитаю, все до единого, можно писать вопросы в телеграм-канале, можно писать ВКонтакте, это более рискованно, я могу что-то пропустить, но лучше всего вот здесь в комментариях, так что завтра не забывайте подключайтесь, поговорим, поставим рекорд, пообщаемся, две недели прошло, я соскучился. Субтитры создавал DimaTorzok